Итак, Ика говорил о изменениях в мире медиа на последние 5-10 лет. Те расхожие слова, которые мы слышали, это кросс-медиа, транс-медиа, очень часто, они у нас у всех на слуху. В документалистике мы все знаем, что это такое, что такое документалистика, но что такое транс-медиа и кросс-медиа, это какие-то новые формы, и поэтому это определение не совсем может быть полно, определяет, что такое конечные продукты. И поэтому, именно поэтому мы попросили нашу коллегу из Швеции, Аннику Густавсон, которая именно занимается тем, что она ищет и развивает документалистические таланты и активно занимается транс-медиацией, чтобы она представила нам свой взгляд, после которого мы могли бы более осознанно и более полно использовать слово «транс-медиа». Сейчас, секундочку, я стараюсь вывести все свои материалы. По-русски я не говорю, но у нас есть техники, которые помогут мне запустить необходимые материалы? К этому можно подойти и помочь? Как мне увеличить масштаб? Что было? Презентация в должном виде у нас на экране. Ну, на самом деле, я человек, который иногда работает по старинке. Вот то, что меня никогда не подводят, это подобные доски. Я немножко на вы с новыми средствами. Так, я представляю компанию Boost HPD 6, и мы очень много занимаемся транс-медиа. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать пару слов о том, где мы начали. У меня традиционное образование и опыт в документалистике. Вот опять у меня проблемы с техникой. Извините. Нет, нет, не то пока. Итак, кто-то узнает этот снимок? В 1885 году он был создан. 18 лет назад мы использовали камеру для научных целей. Но с самого начала хотел бы показать, с чего все началось. На самом деле, мы были впечатлены. В 90-х годах люди с первой камерой путешествовали по стране и просто показывали, что на экранах, потому что жизнь движется, вещи движутся. Сначала все шло очень медленно, все было очень медленно. И затем была мысль, просто поставьте камеру в центр театра, и затем вы будете снимать, происходящее на сцене. Естественно, потом развился свой профессиональный язык. Идем дальше. Майнкрафт, как Майнкрафт, вы играете в России? Вы знаете такую игру? Да. Игра играет, да? По сути, это как Лего для Айпэда. Моему сыну семь. Но есть дети, которые с помощью Лего строят целые миры, свои миры и соревнуются друг с другом в этом. И это все говорит нам о будущем, очень многие вещи. И когда мы вместе со зрителями обнаружим, что когда у нас появляются новые технологии, мы меняем формат повествования. Сначала нас просто впечатляет то, что мы видим на экране движущиеся вещи, а вот в конце концов, нам требуется повествование. И то, что сегодня мы узнаем о своих зрителях, что они не пассивные, да? Что нет места пассивности, да? Правда, ИКА? Зрители жили активные. Им не просто нравится садиться в 7 часов вечера, уставаться перед экраном и смотреть. Нет, они хотят сами определять то, что они смотрят. И они активны, и они создают очень многие вещи. Не знаю, как в России, но, по крайней мере, на Западе очень люди любят размещать фотографии котов, да? В России тоже так делают, конечно. Это целый тренд, да? Ну, вот, допустим, так мы можем себе представить себя или других педикотов. Это очень такой творческий подход, очень интересные люди, людей это игра своеобразная. И сегодня у нас возможность, немножко сложно читать, я дам вам слайды, кто захочет после презентации. То, что мы называем, это целая вселенная, которая содержит возможности перемещать информацию на разные экраны. Но, когда мы занимаемся трансмедиа, мы не должны усложнять. Вы можете читать, вам видно. Мы используем, может быть, какой-то роман или телевизионный сериал. И 10 лет назад вещи начали меняться. У нас появились айфоны, у нас появился DVD, у нас появились планшеты, YouTube и так далее. Новая графика. Вот, посмотрите, вот здесь документальный жанр у нас. Комиксы, социальные игры. Все это может быть включено в сферу трансмедиации, в сферу трансмедиа. И так, поговорим о двух моментах, касающейся трансмедиа. Вот эта картина и вот эта, посмотрите, да, ну, очень похожи. Какое выберете? Это? Ну, на самом деле, у меня ощущение внутри вот такое, которое соответствует второму изображению. Итак, это, да, смотрите, это подход, это мышление. Я хочу это подчеркнуть. Это не то, что обязательно включение каких-то разных форматов и средств. Нет, это подход. Мы должны исповедовать творческий подход к нашему нарративному повествованию. Что мы видим?